Я скучаю по дому. По Канаде. А я скучаю по хорошему Путину и по стриптизершам, в которых можно засунуть палец. Я скучаю по лосю. Лосям. Я скучаю по пособию, который даёт нам наше государство за приличное поведение. Да, приличные деньги. Я скучаю по хорошим людям. По обычным людям. Эй, глянь-ка на этого чувачка. Он силён, крепок, у него есть борода, хоккейная футболка и отличная улыбка. Он изумителен. Харли, это Кевин Смит. Да. Кевин Смит. Сэндвич крепкий бобёр. Озвучил Кузьма, перевёл Таракан. Мы так сильно скучаем по Канаде, что приобрели настоящую канадскую еду. Например, этот наивкуснейший клюновый сироп. И вдобавок мы пригласили нашего старого канадского друга, чтобы он с нами отведал канадской еды. Я польщён, но я не канадец. А почему тогда на тебе хоккейная футболка? Потому что я из Нью-Джерси. Я не могу покупать вещи в магазине. Приходится делать на заказ, потому что я огромен. Очень. Несколько брутальных мужиков готовят бекон. Готовка бекона звучит сексуально, но это настоящее искусство. Далее мы варим сосисочки, будто мы наебенились в Монреале. Варитесь, сучки! А что, готовить так просто, что ли? Давненько мы не варили какую-нибудь поебень на пару. Мы используем все доступные канадские ингредиенты, учитывая, что мы от неё далеко. Ёптать, вот! При жарке бекон становится тоньше. Это странно, ведь если ты будешь есть бекон, то станешь больше. Эту штуку можно рассказать своей бабушке, а вот эту нет. Ёптать, бля, пиздец! На родине это готовили бы из кошек, подобранных на улицах Монреале. Мы не смогли найти канадский сыр, поэтому нам пришлось его заменить. Гляньте на этот картофель, я бы затолкал его себе в жопу. Так раньше делала моя мама. У многих есть хорошие воспоминания о домашних животных в детстве. Или о первом поцелуе, или о каком-нибудь ещё говне. Я никогда не забуду, как готовила моя мама. На завтрак она готовила бекон. Она выкладывала его на бумажное полотенце. Так что если вы считаете, что бумажное полотенце не хардкорное, бля, то вы автоматически говорите, что моя мать не была хардкорной. А я с этим не согласен, ведь она смогла выплюнуть вот это из своей вагины. Так что я имею право пользоваться бумажным полотенцем. Слышите, как я имитирую канадский акцент? Вот так вы звучите для меня. Каждая фраза вопрос. Теперь мы начинаем строительство сэндвича. Крепкий бобёр. Основа сэндвича из варёных сосисок и наивкуснейшего путина, сделанного из подручных средств. Здесь нет ничего полезного. Только жир, дамы и господа. Глубоко прожарим наш мешок канадской гадости. В двух экземплярах. Ты смотри, аккуратнее. Давай, клади быстрее. Две страны работают вместе. Этот вкусный напиток называется масляной джек, и я выдумал его буквально пару секунд назад, когда ты рассказывал мне, как ты купался в масле в детстве. В общем, наливаем немного джека Дэнилса, добавляем немного масла. Вот так. Размешиваем. Как вам будет угодно. Ну чё, хочешь? Не, чувак, я таким ещё со школы не увлекаюсь. На вкус как попкорн с бороды моего деда. Мой мозг посылает нервные импульсы. Я никогда не забуду этот момент, потому что это сэндвич пиздец огромный. Факт. В Канаде обитают самые вкусные бобры. Согласен с тобой, дружище. Не могу дождаться, когда попробую хвост бобра. Да, я тоже люблю женские гениталии. О боже. Чувак, вот тебе намёк. Это кулинарное шоу. Кулинарное шоу? А мне показалось, что ты сказал порно-шоу. Я жену, ты зачем привёл? Жену мою ебать не будете, что ли? Что за любители? В следующий раз мы съедим это. А что решать вам? Скажи им, что написали это в комментариях. Что? Скажи им, чтобы оставили комментарий под видео и посоветовали нам, что съесть. О, это умно. Посоветуйте нам, что съесть. В комментариях под видео. Ох уж эти социальные сети. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Рассказывайте друзьям и ставьте лайки. Такие вот дела, да?